Здравствуйте, дорогие коллеги! Хочу представить вам доклад. Является ли криоабляцией и, в принципе, абляцией рака почки пусковым механизмом в иммунной системе человека? И также мы оценим результаты проведенной работы в условиях нашего центра по данной системе. В первую очередь я хотел бы рассказать о самом методе лечения как абляция. Он достаточно современный и применяется не во всех случаях у больных. В большей степени данный метод применяется у больных с отягощенной патологией и тем, кому отказано в большом хирургическом вмешательстве, так же, как и с метастическим процессом и невозможностью выполнения оперативного вмешательства. Сам из себя представляет метод малоинвазивный, малотравматичный метод. В большей степени во всех странах, в том числе и в России, метод проводится под местной анестезией. В своей степени, согласно данному слайду, мы можем наблюдать, что относительно криоабляции можно видеть. Воздействие холодовых агентов вызывает в клетке и в самой опухоли некроз клетки относительно центрального расположения опухоли, но также, в свою очередь, он вызывает и апоптос. Некроз в своей степени может вызывать как клеточный иммунный ответ, активизируя эти клетки и включая иммунную систему организма в данную систему. Но единственным тормозным явлением будет являться апоптос, который формируется на крае формирующегося эллипса при данных методах воздействия. Безусловно, наверное, мы разберем все мировые исследования, которые проводились относительно совместных методов лечения, как криоабляция и применение дополнительной терапии и отдельной криоабляции. Согласно данному слайду, мы видим, что в Народной Китайской Республике проводилось исследование, которое включало в себя 60 пациентов. Данные пациенты делились на две группы, которым проводилась совместная терапия, как криоабляция и получение пациентами натуральных киллеров, и отдельная криоабляция в целом. Когорта пациентов составляла из 32 мужчин и 28 женщин. Средневозрастная категория была 56 лет. Также пациенты отбирались по индексу Корновского. Он не должен был составлять менее 70%. Согласно табличным данным, мы прекрасно видим, что реакция как и на криоабляцию в отдельности, и как на криоабляцию с получением НК-клеток действительно эффективна, так как повышение всех показателей видно, и экспрессия их тоже, безусловно, видна. Но, в свою очередь, что бы хотелось сказать, что при получении и использовании комбинированной терапии эффект намного лучше достигается и в более ранние сроки, что, в свою очередь, и рекомендовано было бы проводить при различной патологии почек и локализации, и также с больных с метастатическим процессом. Также, в свою очередь, я хотел бы представить еще один сравнительный пример, сравнительный метод, который был проведен также в КНР, но с применением комбинации как криоабляция и препаратом сарафениб, и просто применение сарафениба. В данной группе было представлено 156 пациентов. Группы делились, как я ранее уже указывал, на лечение криоабляции и сарафениба, либо просто применение сарафениба. Средняя медиана возраста составляла 65 лет. Размер опухоли представлял от 3 до 14 сантиметров. Большинство видов опухоли представлял, как подвид светлоклеточный рак, но также были представлены в данной методике как опухолиарно-криотичный рак, так же и хромофобный рак, но не в большом количестве. В среднем после данной методики была оценена как безректизмная выживаемость, так и общая выживаемость. Согласно представленной таблице, мы прекрасно видим, что среднее время наблюдения у данных пациентов составила 28,8 месяца с диапазоном от 7 до 67 месяцев. В группе комбинированного лечения безректизмная выживаемость составляла 20 месяцев, как общая составляла 36 месяцев, а применение только монотерапии в объеме сарафениба значительно ниже. Значит, безректизмная выживаемость составляла 12 месяцев, общая выживаемость составляла 29 месяцев. Соответственно, мы прекрасно видим разницу в различии как общей выживаемости, так и безректизмной выживаемости. Что согласно данной таблице, мы также можем прекрасно оценить клеточный ответ и общий иммунный ответ, что в свою очередь видно, что при комбинированной терапии, безусловно, мы видим наиболее высшие показатели, нежели показатели монотерапии. Ну и в свою очередь хотелось бы, безусловно, представить результаты, проведенные работой в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Данная работа проводилась в период с 2015 по 2020 год. Общее количество больных составило 45 человек. Средний возраст больных составил 66 человек. Также оценивалось средний объем опухолевого образования. Он составил 26,5 мм. Наибольшая опухоль, которая была приведена пациенту, она составляла 73 мм. Что согласно проведенной оценке, как и с местного иммунного ответа, так и с системного иммунного ответа, мы видим, что только у трех человек из 45 мы видели экспрессию PDL, что в свою очередь говорит, что все-таки она имеет место быть, и ее можно оценивать. Но в большей степени у данных больных было эффективно выявлено инфильтрация лимфоцитов, которая была представлена после лечения. Так как на табличном значении мы видим, нижние показатели до лечения намного ниже, чем показатели после лечения. Их рост намного возвысился, и тем самым вызвал иммунную реакцию, как и местную, так и, безусловно, системную. На данном слайде я хотел бы представить на примере одного пациента реакцию как до лечения, так и после лечения. В среднем при поступлении больных мы берем пациентам анализ на иммунологическое исследование перед лечением, после чего средняя медиана забора материала на иммунологическое исследование составляет один месяц. На данном слайде мы прекрасно видим, что у пациента до лечения натуральные киллеры составляют 15,9, что в свою очередь составляет нормальное значение. После проведенного лечения мы, безусловно, видим высокий рост показателей на 12 единиц, что в свою очередь можно говорить о реакции больного на данное воздействие. И, конечно же, мы можем говорить о том, что непосредственно иммунотерапия к реабляции также может вызывать у нас иммунный ответ на проведение данного лечения. Ну и что же, хочется сказать в общей сложности, что, безусловно, проведение к реабляции как монотерапия будет у нас являться хорошим методом для больных с почвенно-клещным раком, непосредственно как и с мистестатическим, так же и с немистестатическим раком. Но проведение пациенту комбинированного лечения, так как и в таргетной терапии, как и различных еще дополнительных методов, может пациенту улучшить как и общую выживаемость, так и безрецидивную. Спасибо за внимание.